Это полноценно наши телята, то есть не только при нас родившиеся, но и от коров, которых уже мы осеменяли после того, как купили это хозяйство. Вот их вот сейчас 20 голов, и мы ожидаем еще порядка 70-80 до конца этого года. Да, навоза было по окна буквально, ходить здесь можно было только в сапогах, я многократно сам проваливался тут в навоз по колено. Навоз по окна – это немного следствие другого, потому что людей, я считаю, бросили выживать, то есть никто же их не учил жить в новых условиях, пользоваться кредитами самостоятельно, так, чтобы их можно было потом выплатить. Собственно, от чего все это банкротилось? Люди брали кредиты, чтобы погасить какие-то текущие задолженности по зарплатам, еще почему-то совершенно не вкладывая это в развитие. И вот, собственно, к чему это все и привело. Если этим умело пользоваться, как для развития, я думаю, что можно нормально это все. Когда мы об этом думали, начали думать 4 года назад, тогда в стране и денег было больше, и различные субсидии, и более дешевые кредиты, тогда этим было проще заняться, наверное, и решиться на это, чем в прошлом году. Ну, просто так вот получилось, что я ушел, наконец, с работы, которой там много лет занимался, и подвернулся этот колхоз, или, ну, колхоз, да, можно сказать по-старому. Это делается все на собственные средства учредителей вот этого предприятия, которые там, ну, накоплены были и продолжают зарабатываться теми нашими компаньонами, которые остались в Москве работать. Заемные средства мы не привлекаем, но, естественно, планируем это начать делать, возможно, в следующем году все будет зависеть от, во-первых, динамической ситуации, там, какие будут кредиты, и там, лизинговые программы, насколько они будут выгодны. Какие-то, конечно, будем использовать, стараться и субсидии от государства, если они останутся на следующий год, ну, наверное, останутся. Вот, ну, пройдет этот год, будет помощь, не могу сказать, что она какая-то там запредельная. Наверное, без этих денег можно прожить, то есть это, ну, как я говорил, да, допустим, если молоко ты продаешь там за 20 рублей, субсидии еще 2 рубля на литр, да, ну, 10 процентов. В общем, много это или мало, это, конечно, приятная прибавка, но она не критичная. То есть, если нет собственных средств, либо нет доступа к каким-то там дешевым кредитам, я думаю, что государственная поддержка, к сожалению, не может обеспечить какое-то, ну, реальное развитие. Несмотря на то, что есть вот эта вот, объявлена программа по импорту замещения, ну, понятно, что у государства денег меньше, чем было там, скажем, там, несколько лет, 5 лет назад даже, да. Поэтому желание есть, а возможности нет. И с каждым годом, насколько вот я смотрел статистику, размер вот этих субсидий, он, в общем-то, снижается.